темное холодное пространство кометы астероиды планеты звезды и что-то скрывающиеся далеко за плутоном да это может быть девятая планета нашей солнечной системы о существовании которой мы гадали веками аэрейс инфракрасный орбитальный спутник еще в 1983 году собрал уникальные данные они доказали что девятая планета действительно может находиться именно там это открытие помогло построить модель позволяющие лучше понять потенциальную планету а в 2016 году ученые обнаружили странное вращение космических объектов в поясе койпера поиск койпера это внешняя область нашей солнечной системы кольцо заполненное объектами со времен формирования солнечной системы он находится за планеты нептун объекты в этой области пространства имеют странные орбиты как будто их отталкивает большое тело сильной гравитации снова девятая планета согласно одной из теорий она может быть в 5 10 раз больше массы земли и в 20 раз дальше нептуна астрономическая единица это расстояние между землей и солнцем плутон находится в 40 астрономических единицах от солнца но девятая планета находится на расстоянии от 400 до 800 астрономических единиц ей потребовалось бы от 10 до 20 тысяч земных лет чтобы совершить оборот вокруг солнца что затрудняет наблюдение за ней девятая планета могла образоваться между орбитами юпитера и нептуна подобно остальным газовым гигантам солнечной системе гравитация одной из двух огромных планет вероятно сбила ее с орбиты о нет тогда девятая планета могла быть выброшена дальше от известных нам восьми планет и могла превратиться в ледяную пустоту поначалу довольно маленькую но время шло девятая планета очистила орбиту от замерзших кусков камня и пыли и превратилась в настоящую планету это также может быть планета которую другая звезда потеряла на своем пути когда проходил рядом с солнечной системой в любом случае девятая планета вероятно не отражает много солнечного света так как находится очень далеко и астрономы не знают где именно ее искать космос темный и огромный но если найти девятую планету это позволит взглянуть на нашу солнечную систему по-новому переходим как за планете которая находится от нас всего в 90 световых годах экзопланета эта планета которая находится за пределами солнечной системы у нее есть атмосфера с водяными облаками один год там длится 24 земных дня и она вращается вокруг звезды красного карлика которая тусклее и меньше солнца несмотря на то что планета 8 раз ближе к своей звезде чем мы к нашему солнцу температура там такая же как на земле экзопланета по размерам похоже на нептун она тоже менее плотная и в основном состоит из газа в отличие от земли состоящий из твердых пород средняя температура на ней составляет 60 градусов что делает ее одну из самых холодных малых экзопланет а чем холоднее экзопланета тем выше вероятность что мы найдем в ее атмосфере облака всего было открыто более 4 тысяч экзопланет и все в млечном пути по крайней мере до сих пор впервые астрономы нашли планету за пределами нашей галактики ее назвали m51 u l s 1 она находится в далекой спиральной галактики водоворот которая находится от нас на расстоянии 28 миллионов световых лет когда-то огромная но молодая звезда застряла в гравитационном танце с чем-то вроде плотной нейтронной звезды или черной дыры партнер по танцам звезды обладал невероятно сильной гравитацией он питался звездой поглощая ее плазму затем произошло нечто необычное неизвестный объект размером с сатурн прошел мимо и заблокировал это противостояние от нашей солнечной системы и теперь неизвестно что там происходит но это может быть самая дальняя планета которую мы когда-либо открывали за пределами солнечной системы есть недавно открытая планета размером с юпитер она вращается вокруг двух звезд и как мы можем наблюдать проходит перед ними обеими полный оборот вокруг двух звезд то есть один год занимает около 200 земных дней в день открытия предыдущей планеты ученые также обнаружили что у нее есть необычный компаньон это горячий юпитер с эллиптической орбитой вокруг своей звезды год там длится почти два земных дня орбиту этой планеты странной формы а еще она движется в направлении противоположном вращению своей звезды если отправиться на 57 световых лет от нашей планеты можно увидеть что в темноте скрывается что-то розовое по мере приближения она становится все больше и увлекательнее да эта планета пурпурного цвета она находится в нескольких десятках миллиардов километров от своего солнца и это одна из самых открытых молодых планет ей всего 100 200 миллионов лет она состоит из розового газа похожего на наш юпитер если подлететь ближе к ее поверхности этот газ окутал бы вас как густой туман по мере погружения газ становился бы темнее приобретая красноватый оттенок взгляните на ядро планеты она супер горячая его температура составляет 240 градусов из-за чего планета похоже на духовку вот почему она так ярко светится ее небо туманно-розовое с облаками состоящими из капель замерзшей воды есть экзопланета вдвое массивные земли это одна из самых маленьких планет которые были найдены за пределами солнечной системы ее диаметр 9000 километров для сравнения диаметр земли составляет 12700 километров эта планета в основном состоит из железа как на меркурии у меркурии имеется массивное железное ядро и очень тонкая кора на ранних стадиях развития он минимум один раз столкнулся с каким-то космическим телом это столкновение сорвало его внешние слои и осталось только твердое ядро возможно это маленькая экзопланета тоже пережила космическую катастрофу и вероятно это лишило ее мантии оставив железное ядро или может это просто остаток газообразной планеты которая раньше была размером с нептун атмосфера планеты могла быть разрушена и огромным количеством излучений исходящего от звезды эта планета находится всего в тридцати одном световом году от нас день там длится меньше 8 земных часов она лишь немного больше марса люди вряд ли когда-нибудь там поселятся из-за экстремальных температур достигающих полутора тысяч градусов на той стороне планеты которая обращена к своей звезде может быть даже расплавленная лава этих температур достаточно чтобы испарить атмосферу которая могла быть там раньше как правило газовые гиганты вроде юпитера не могут поддерживать жизнь из-за экстремальных погодных условий еще там нет никаких строительных блоков которые могли бы создать жизнь но меньшие планеты земной группы как наша земля содержат больше ключевых ингредиентов кислорода и воды на них более умеренная погода и другие условия но не все такие планеты могут поддерживать жизнь нелегко найти планету с такими же условиями как на земле или хотя бы с условиями позволяющими жизни развиваться но познакомьтесь с кеплер 22b одну из самых многообещающих находок она находится на расстоянии 600 световых лет от нас она в два раза больше земли и температура там около 22 градусов это так называемая супер земля категория планет не похожие ни на одну из тех что есть в солнечной системе они массивнее земли но все же легче наших ледяных гигантов они могут состоять из камня газы или смеси этих веществ кеплер 22b находится в обитаемой зоне своей звезды менее яркой чем наше солнце вероятно у планеты твердое ядро там может быть океан но в нем нет жизни по крайней мере мы пока об этом не знаем